И работали с двумя боксами. Один бокс, бокс камеру от 180-150, от 180-150, от 180-150, от 180-150, в которую я уже погружаюсь в больше стиле. И эта камера, тоже неизвестная правда, и именно с помощью этого видеокомплекса наснято куча подводных материалов, и на сегодняшний день, я думаю, что можно подконкурировать с профессиональными камерами в каких-то вопросах подводной схеме. А сегодня испытывали и смотрели в работе, в руках препятствий бокс, первым BOSS Alpha 7. Хочу сказать, что положительные отзывы о его работе, потому что эргономически сделаны руки, пальцы упираются, и в бедный бокс в хорошем положении. Очень идеально выдержанно в клавочке. Никуда его не бросает, не тащит вниз, не пупыркает. И с учетом армов и стесильников, он практически занимается в его клавочке, и работает с ним под водой, не составляет труда, руки находятся в расстройстве состояния, тебе не нужно думать об управлении параторой дополнительно по имену своей клавочке. Главная твоя задача вывести со мной и натики видоискатель-камеры на объект. Второй момент. Есть очень много предоставок, которые помогают переработать с более расширенным диапазоном, и, естественно, тем самым улучшить качество видеосъемки. То есть уже предварительный материал, который с тобой снят, он уже не требует такой доработки, и практически уже готов к моментальной публикации, что тоже не мало. И не нужно дополнительно за какие-то корректуры, заниматься балансом белого. И как-то что-то подстраивать и по-новому корректировать. То есть эта камера сразу позволяет уже изначально стартовой экспозиции светить, и сделать все в хорошем, в хорошем решении. Ну, плюс еще масса всевозможных вариантов с работой сменного объектива, сменного оптика. Можно поставить коротко-покус, длинно-покус, широко-уголочку сделать, сделать макросъемку, режим видео, и исключительно работая, точно так же, как в видеокамерах. То есть такое хорошее разрешение, такие же, чтобы все возможно. Я думаю, что вот за такими боксами в будущее. Второй момент. В конструкторе два бокса есть целый ряд технических изменений, которые позволяют переработать, о том, что конструкторы два бокса доработали его в плане безопасности обращения к этим боксом, и чтобы исключить поломки бокса в работе. Практически невозможно это сделать, потому что интересные конструкторы замка, интересные системы сделаны фиксацией из топора рабочих органов и штоков органов управления. Поэтому бокс доработан, продуман. Ну, я считаю, что на сегодняшний день это идеальное изделие, с которым можно работать. Причем рабочая глубина вот этой модели, представляет, 150 метров. А при смене порта до 200 метров. Я не видел у нас пока, в мире аналогов такого уровня качества и такими функциональными способностями. Спасибо.